Вы хотите что-то сказать? Вы можете сказать на курсе? Вы можете кинуть? Есть уже? Представляете, картину во время конкурсного просмотра Вы сказали о том, что Вы 5 лет шли к этой теме или делали эту конкурс? Да, я так скажу про это рассказать, да? Да, я действительно начала делать картину в 2011 году И первоначально, когда я поехала на место съемки я думала, что это будет единственный мой выезд и я сделала картину за один приезд но когда я приехала на место съемки и познакомилась с людьми и увидела, что там происходит я решила посмотреть эту историю до конца я решила прожить с этими людьми последние их дни на их равной земле и как-то попытаться ощутить то, что проживают они и понять, что же с ними происходит в этот момент и даже до конца просто поэтому это заняло так долго, так много времени их населяют в течение трех лет фильме показан год но на самом деле это происходило до трех лет они боролись и мы как-то проживали там вместе ну и потом, где-то два года у меня было огромное количество материала я сняла и я с ним просто разбиралась смотрела, монтировала писали музыку в общем, сюжет делали все работали Скажите, а как вообще тема это вашей? то есть вот эти геребни, которые затапливаются потому что строить новую ГЭС можно все это затопить их снимают с их насиженных мест с родной земли ну были у нас такие, как вообще тема залуновала? конечно, эта тема не новая про нее много говорили, много снимали но это мой первый фильм такой самостоятельный и когда я выбирала тему для своего первого фильма я бы хотела рассказать то, что действительно мне важно меня волнует, у меня болит я сама из тех мест я выросла на этой чудесной реке Антаре и я знаю, как она прекрасная и я знаю, как эти люди любят свою родную землю мне было действительно интересно что связывает нас с родной землей если это связь, которая между нами, между людьми и землей и это то, что мне близко и то, что мне кажется, я мог бы рассказать и мне бы там интересно так выбрала тему прекрасные люди, которые нашли такой бумовой партнер потому что каждый после 100-ти лет не уходит кто-то остается до конца понятно, что это такая типичная, к сожалению, ситуация но вы как-то осмотрели чьи личности и тем не менее покажет масштаб проблем я думаю, кто уже понятно, что это личная такая история которую вы на себя тоже переживаете если вы разрешите у Михаила Павловна, у меня вопрос относительно как и на Егорева вначале я обычно этого не делаю но здесь я это сделала я прочитала аннотацию перед просмотром чтобы ознакомиться и по аннотации я поняла, что речь пойдет о беденоких мужчинах, отцах-одиночках которые пытаются найти себе вторую половину и в итоге там отличная история оказалось, что это рета о отце-одиночке, самом многодетном отце-одиночке у которого десять детей, к сожалению, жена скончалась и вот он с ними пытается как-то вести существование и мы пришли причем в эту семью между двумя минутами посещение благотворителей что эта семья, само по себе, естественно привлекает внимание прессы, принадлежат благотворителей но благотворители как-то уходят со временем а ситуация все такое семья остается в сложной финансовой и физической ситуации скажите, как вы нашли эту семью то есть вы нашли, когда она была на пике а потом просто ждали, когда они окажутся или как вообще? нет, нет, все проще гораздо просто по интернету а дело в том, что была заявленная тема коронавируска вы видите в агентстве, так сказать утверждаются какие-то определенные темы на мой взгляд совершенно правильно вот но и просто была конкретная тема я взял эту тему как вы найдете в сети, да? ну я сейчас не помню точно как она формулировалась я просто взял вот эту тему и написал заявку а у меня просто была тогда сделана картина телевизионная где было шесть героев я просто взял там двух героев и решил сделать на них развернутую картина а потом так получилось, что эти герои отпали тему надо было закрывать и я просто отдавайте на стол на твою дядьку и сделал так знаете, что мне кажется удивительно в этой ленте и за это вам большое спасибо что обычно они такие очень приглаживаются я даю потому что живут я даю детей и очень побольше а здесь мужчина как удалось это расходить что он говорит ну что такое лишний ребенок лишний рос а потом вы даете через некоторое время эпизод когда вы спрашиваете а мне дури и тебе дать информацию просто поправить их тяжел ну как как я родного ребенка а дам ему радость у него вот что в жизни всех отбиваешь на той стороне ты думаешь да еще это ребенок а с другой стороны все равно это твое родное дитя как ты его можешь отдать естественно его поднимешь воспитаешь и так далее как вот это мы решили показать то есть у него сложность какой-то нефигиарность какая-то сложность как ты чувствуешь как Джона вы знаете ну как я делаю на самом деле с другой стороны то есть для меня всегда история история это всегда некий повод для того чтобы просто рассказать о времени попытаться как-то дать свое отношение к этому времени и для меня история всегда повод рассказать нечто лучшее чем сама история вот все просто на самом деле здесь никаких секретов нет ну вот я все время привожу такую как-то цитату и я боюсь что я ее не точно сейчас просто да движет апельсин на тарелке да просто обычный апельсин апельсин может быть написан войной да такая фраза просто вроде бы апельсин там нет ни пороха ни дыма и просто обычный апельсин на тарелке но это апельсин написан войной поэтому для меня любая человеческая история это повод просто вот как бы передать свое ощущение времени пространство себя самого героя безусловно то есть герой конечно не отодвигается на второй план при этом потому что конечно в основе всего будь то документальное киноавторское не авторское коммерческое не коммерческое все реалистическое реалистическое всегда воспринимают историю и законы драматургии они в общем то на самом деле везде примерно одни и те же умение рассказать историю и через эту историю скрывается много-много-много смыслов потому что основная задача это конечно смысл и чем больше ты туда смыслов заложишь тем интереснее и делать эту картину и на мой взгляд тем точнее она передаст мое субъективное отношение к пространству в котором я живу скажем так и тогда еще вопрос вот у вас главный герой слабовидящий персонаж да а а он слепой вообще Наталья слепой и вы знаете очень часто студенты когда ставят задачу уголовить человека чтобы был конфликт они берут себе слепого хромого пожалуйста как он такой бедненький живет а в вашей картине так представлено благослование ты совершенно забываешь что он слепой тотально ты просто видишь жизнь человека который любит спорт у которого есть прекрасные девушки он ее бросает господи кто тебя еще полюбит нет я жду что ко мне вернется и ты понимаешь что человек живет полноценной жизнью и вот эта вот какая-то убогость которая иногда некоторыми авторами не умело замасливаются вы как бы обыкновение персонажа вообще скажу как хорошо у нас есть глаза она у вас совершенно уходит главное что у нас остается это герой это просто человек который нашел себя в жизни в спорте и производится приятели как вот эта интонация вам изначально осталась такая задача чтобы раскрыть его характер а то как он живет с этим с этим с проблемами вы знаете на самом деле когда я взял эту тему именно изучение того как человек себя чувствует с недостатками я сразу себе поставил что еще не хотел довести то есть я когда с ним встречался первоначально общался он действительно очень самостоятельный человек он даже больше скажу он фанатичный самостоятельный то есть он не приемлем никакого вмешательства в его жизнь то есть мне это очень сильно понравилось я начал наблюдать на них смотреть как это вообще все что с ним происходит и он как бы сказал сразу я живу да действительно нормальную жизнь потому что я снимаю квартиру я зарабатываю деньги по ним футбол еще работает на компьютере он программирует просто это все рассказать то что я знаю про него ну а правило я не подумал что он из ловича потому что он перед компьютером работает нет он тотально слепой абсолютно поэтому меня тоже очень многие вещи вообще поражали когда первый раз увидел их игру я пришел как бы на тренировку у меня реально в свои слухи потому что я не мог себе его представить когда тренер говорит человеку вики в центре он в маске слепой абсолютно он просто разумеет там в одной команде играют как слабовидящая слепую но специально одевают маски для того чтобы все добрались условия да да как бы есть такой момент одевают маски чтобы не было никакого потвоха относительно кто-то там может он как он рассказывал есть моменты когда как что умеют ресницы не открывают что-то и достаточно чуть-чуть чтобы углодить в ничем поэтому меры подосторожности все это есть поэтому да он такой он действительно постарается жить в такой жизни как он живет и есть композиция не зрячих и вот он никакой рамки не ставит относительно что зрячий не зрячий да у него произошел конфликт с девушкой с женой и честно многие спрашивают я не знаю почему это происходит потому что он не очень распространяется на дальнейшие свои планы так он открыт и странно можно с ним общаться ну и конечно параллельмпиад которые которые очень серьезно готовятся они просто 10 лет обучения ну в силу спорта как бы занятий чтобы попасть и я очень сильно надеюсь вот это вот мирозумение которое до дня назад произошло относительно что перепускают пролюбийские игры ну как бы я честно тут занят позиции того что пролюбийскую сборную России поэтому для меня я ему звоню спрашиваю как все на нервах все переживают потому что вложили очень много трудов очень желаний и в результате сидим ровно на каждой команде я могу что все разрешится ситуация спортсменов это важнейший старт жизни который и лишать особенно параллельмпийцев которые еще сложнее это зачастую силы для жизни я слышала историю что она девушка параллельмпийка не наша заубежная она подписала зрение на втором после того она закончена физики игры что больше сил уже нет существует то что очень сильно помогает людям сложные ситуации у меня еще вопрос по фильму скажите визуальное решение не стараясь передать что бы визуально мир глазами слепых но создать какую-то особую стилистику визуальную потому что все-таки речь идет о людях не видящих и как бы по особому какую-то картинку создать для особого художника была такая задача ну нет задачи такой не было на самом деле я очень но у вас на первом в первом скопе видно что вы делаете детали на какие-то небольшое внимание на цель на какие-то детали то что вы можете пощупать да вот а вот здесь я не спорю как у меня возникла такая идея просто я когда начал снимать какие-то готовые моменты я обратил внимание что он ставит чайник кипятит его кипяток спокойно берет взливает кружку я просто ну насколько он внутри себя в голове прорисовывает картинку что его окружает меня это поразило я говорю ты можешь там повлиться я говорю ну как бы это же действие это же опасно он говорит да не могу я со стороны просто стоял это снимал как бы да у меня есть такая позиция что ну разноплановой съемки ну если можно назвать стилистик я беру очень рад что это много планов и соответственно когда я это выложил на линейку посмотрел у меня привыкла идея почему можно сделать элементарную интригу потому что человек помимо всего того что он реально тотально успеховен он действует абсолютно спокойно ну у меня немножко как я прихожу к нему домой у него очень свет я говорю можно я снять сучку а он говорит ну отключайтесь мне это не мешает никак ну то есть он по полной темноте передвигается и когда ты включаешь свет и смотришь входит он просто даже без каких-то ощущений к чему-то прикоснулся это поражает на самом деле прекрасный параллок фильма действительно что мы видим человека кто очень быстро ловко собирается все делает это не постановка была действительно я стоял снимал там с одной точки меня это просто поразило он там шкафчик этот он открыл я говорю откуда ты знаешь что там чай стоит да ну что-то вроде этого поэтому вот начало такое прошло как бы и ну соответственно я когда набирал материал у меня были отсняты интервью все что только можно так но я старался ну давайте так стилистически подойти к тому ну чтобы выдержать повествование именно без участников потому что материал было много у меня еще я не знаю половина того что я снял дополнительно материал еще не прошло потому что у меня была игра под дождем у них еще такое соревнование голбол у них там настолько с одной стороны насыщенная жизнь тем более Женя играет в голбол в двух командах футбол и в голбол кто же занял первое место на чемпионате Москвы в России как Москвы поэтому там много а возникла идея поехать на пиалу снимать эту кульминацию может быть потом и вставить это доделать фильм а может пусть все будет снять была но это не так просто финансирование всего этого фильма чисто на моих плечах это абсолютно моя инициатива и съездить в Бразилию туда обратно особенно без экспертации это просто если бы не было полимпиадский и был бы абсолютно неудачно 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 Снимайте, я подзывну, прощу это как хронику, потому что у меня сейчас идет продолжение фильма, если вы заметите, то фильм идет не в самом футболе как таковом. Просто я постарался взять персонажа, героя как личность и показать его быт, что он такой же человек, как и все, но в то же время, общаясь с тренером по виду этому спорта, там оказывается тоже очень много препятствий, проблем. И сейчас переговоры, чтобы продолжить уже съемки, особенно ждем сильных результатов в Бразилии, чтобы продолжить съемки именно про сам футбол, командный спор, потому что те ребята, которые помимо Жени находятся в команде, они не менее уникальны, у каждого своя судьба настолько, что поражает, что там люди по три, капитан команды внутри высших образований, то есть он слепой, но у него семья, дети, там все полноценно нормально, и так далее, но можно перечислять только. Поэтому хочется сделать что-то такое объемное, ну и, как мне, когда я показал первый раз в фильме, мне сказали, он не про спорта. Он не про футбол, я говорю, я не делаю футбол, сейчас я сделаю про футбол. Будем надеяться, что все получилось, что с вашей парадельской командой, и будем говорить о ребятах. Вам спасибо большое за участие в «Скутерляции», за инфраструкцию «Картин», за участие в нашем фестивале. Спасибо.